Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха и ниже, написано следующее. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, Что это такое? Он сказал ему, Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, Вот, я столько лет служу тебе. И никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, чтоб брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Я уверен, что каждая деталь этого текста для вас хорошо знакома, и даже не стану задавать вопрос, кто слышал проповеди на историю младшего или старшего брата. Я уверен, у каждого есть такой опыт. Почему я прочитал такой большой текст? Потому что имею одну простую идею, не мною изобретенную. Я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть не просто на историю одного из сыновей. Я бы хотел увидеть этот текст целиком по одной простой причине. Если мы внимательно пересчитаем всю 15 главу Евангелия от Луки, а широкий контекст будет играть очень большую роль, мы с вами увидим, что фактически Иисус произносит проповедь. Помните, рядом с ним стояла одна группа людей, он что-то им рассказывал, объяснял. Подходит другая группа людей, там что-то происходит, даже небольшой конфликт. И вот в ответ на появление этих двух больших групп людей, автор Евангелия Лука пишет, что и вот здесь Иисус решил сказать проповедь. Братья-проповедники подтвердят мою простую мысль, что они явно сюда выходят не просто постоять и поговорить. Правда, братья? Когда возвещается Божье Слово, есть определенная цель, есть желание помочь людям, послужить. Истина Божьего Слова должна изменить сердца людей, и я уверен, что подобная цель была у Иисуса. Он произносит проповедь, и если мы хотим увидеть действительно картину полную, если мы хотим увидеть конечную цель, которую хотел Иисус проповеди достичь, нужно смотреть на текст целиком. Хочу обратить внимание на простую знакомую вещь, что проповедь прозвучала в виде притчи. Иисус делал это довольно часто, и несколько причин было на то, что он проповедовал притчами. В первую очередь, с помощью притчи можно и сложные духовные истины изложить простым языком. Помните, как проповедовал Иисус? Его понимали и женщины, и мужчины, Его понимали дети, и подростки. Он говорил о серьезных, глубоких вещах, и даже ребенок мог осознать, что Иисус хочет сказать. Здесь притчи очень помогали. Но есть еще одна не менее важная причина. Может быть, не так часто мы обращаем на нее внимание, но я хотел бы сегодня поставить особый акцент. Проверьте практически каждую проповедь Христа, перечитайте все четыре Евангелия и посмотрите. Каждый раз, когда Иисус проповедовал в виде притчи, среди Его аудитории была одна интересная группа людей. Эти люди считали, что они все знают, все понимают, им проповедь не нужна, и наставление им не нужно. Они самые мудрые, самые духовные. Я люблю говорить так, не учи ученого, это бесполезно. Так вот, в такой ситуации Иисус специально использовал жанр притчи с интересной целью – шокировать своих слушателей. Возьмите любую его проповедь в виде притчи, и там всегда, может быть, не для каждого из нас, но для слушателей там всегда будет истина, которая просто шокировала их мировоззрение и не давала покоя. Это состояние шока вызывало вопрос. А может быть, все-таки я не все знаю? Может быть, я где-то ошибаюсь, чего-то не понимаю? И в нашем тексте этот шок также присутствует. Чуть позже мы с вами его увидим. В этой притче не идет речь ни о сеятеле, ни о лилиях, ни о воронах. Здесь речь идет об обычной израильской семье. Не могу сказать, этот образ был взят из реальной семьи или это просто собирательный образ, но однозначно, когда евреи слушали, они видели те обычные вещи, с которыми они сталкивались каждый день. В этой семье представлены нам два сына, хотя на самом деле, я думаю, вы со мной согласитесь, что, в принципе, это проповедь об отце, а не о сыновьях. Здесь есть два сына, и я уверен, что эта цифра не случайна, не больше и не меньше по одной простой причине. Это не просто два человека, это не просто два сына. В нашей притче эти молодые люди представляют, я бы сказал, два разных пути. Два пути, какими люди живут, двигаются в своей жизни и, наверное, считают, что они служат Богу. Современным языком я бы сказал бы даже, что не просто два пути, а может быть, два разных мировоззрения, два разных уклада жизни, и Иисус действительно, как величайший проповедник, делает такую одну риторическую вещь. Он рассказывает о двух сыновьях, он показывает два мировоззрения, анализирует их, и в конце притчи, как бы ни странно это звучало, Иисус сталкивает их между собой и говорит, оба неправы. Не часто встречаются проповеди, правда, где в конце просто звучит результат, что все неправы. Обычно где-то хэппи-энд ожидается, обычно ожидается где-то появление мудрого человека, но тут сталкиваются два мировоззрения, Иисус говорит, оба неправы. Делает это он не зря, для того, чтобы у слушателей возник вопрос, а что тогда мне делать? Если я не знаю третьего пути, если я понимаю только либо один, либо второй вариант, и они оба неправы, ну, проповедник, поделись-то главной истиной, помоги мне, как мне правильно строить жизнь, чтобы действительно я Богу мог угодить. И вот главной мыслью этой притчи, этой проповеди является древнее неизменное Евангелие. Еще раз повторюсь, древнее неизменное Евангелие. Как внимательные читатели, может быть, сразу меня кто-то спросит, а где вообще слово Евангелие в этом тексте? Его просто нет. И на самом деле это действительно так, слово Евангелие отсутствует. Но опять-таки, я уверен, вы хорошо знаете Божье Слово и знаете, из каких частей главных мыслей, главных идей Евангелие состоит. Правда? Все эти идеи, они присутствуют в этом тексте. Вся полнота той евангельской вести, которую Иисус хотел передать людям, которые представляли собой и младшего, и старшего брата, они здесь присутствуют, они здесь есть. В этой притче отсутствует логическое завершение, которое часто было в притчах Христа. Помните, в конце либо главный персонаж оставлял какой-то комментарий, либо Иисус что-то объяснял своим ученикам. А здесь разговор неожиданно обрывается. Отец вычитывает старшего сына, и на этом наступает конец. Хотелось бы еще что-то услышать, но это происходит не случайно, и в конце притчи мы с вами увидим, почему такая необычная структура. Я хочу вернуться к нашему тексту. Я не буду повторять тех всех прописных вещей, которые мы знаем на память. Просто хочу расставить главные акценты. Один из стих говорит, что младший сын приходит к отцу, и он приходит к нему с требованием. Хочу обратить внимание, что это не просто требование получить какие-то карманные средства, потому что он в путешествии собрался. К сожалению, нет. Звучало это совершенно по-другому. Я бы это интерпретировал так. Отец, мне надоело быть в отчим доме, мне надоело, что я постоянно тебе должен слушаться, мне надоел контроль, я хочу жить так, как мне нравится, я вообще ухожу. Давай делить имение прямо сейчас, и давай мне мою часть. Эти слова просто говорят о том, что сын отцу фактически желает смерти. Имение делилось только в одной ситуации, когда владелец имения умер. Отец жив-здоров, сын обращается с таким требованием. Я думаю, здесь об отношениях сразу все понятно. Ни любви, ни уважения. Одна цель есть только у сына. Как у отца забрать побольше денег и пойти жить самостоятельно? Я долго размышлял, почему отец не наказал этого сына, хотя по закону Моисеева он мог бы сделать это разными путями. Библия не оставляет ответа. Почему-то в тексте написано только одно. Сын требует, обращается с нехорошим требованием. Отец почему-то делит имение, так как сын просит, отдает ему то, что он просит, и дает ему полную свободу. Я думаю, если бы мы даже не имели последующих стихов, мы бы уже наперед догадались, чем рано или поздно этот молодой человек закончит. Дальше сценарий понятен. Молодой человек, который бунтует, хочет вести греховный образ жизни, рано или поздно он окажется в проблеме. И вот, когда мы приближаемся к стиху 17, мы видим уже отчаянное положение, уже рядом свиньи, корыто с рожками, действительно разбитая картина. И вот в этот момент в жизни молодого человека наконец-то происходит простой, но очень важный поворотный момент. Библия его описывает следующим образом. Стих 17. «Придя же в себя, сказал». Здесь не написано, что он узнал какие-то глубокие духовные истины. Скорее всего, он наконец-то понял то, что с детства должен был знать. Наконец-то поворотный момент. Если бы апостол Павел описывал эту ситуацию, может быть, он сказал бы, что это был момент рождения свыше. Может быть, кто-то из библейских авторов назвал бы это моментом покаяния. Но как ни называй, в принципе, речь идет об одном и том же. Причем все признаки настоящего библейского покаяния здесь налицо. Чего сын хотел добиться до 17 стиха? Побольше финансов забрать и повеселее прожить. Начиная с этого момента, посмотрите, стих 17, 18, 19, какие мысли роятся в его голове. Что я могу сделать? Как я могу поступить, чтобы восстановить отношения с отцом? Он думает только об одном. Все остальное теряет смысл, теряет свой блеск. Как мне с отцом помириться? Что мне сказать? Что мне сделать? Как поступить, чтобы отец поверил, что я действительно изменился и ценю отношениями с ним? Он решает идти домой, он решает просить прощения, признавать себя виновным. И даже интересно, запасной план готовит. Если отец не поверит, не выслушает, ну, не принимает сыном, не прощает, наймусь к нему на работу. Отец был бизнесменом, у него были рабы, были слуги, были наемники, и только наемники получали зарплату. Сын решает, что если отец не поверит и не простит, наймусь на работу, чтобы быть рядом с ним, чтобы он видел ежедневно его измененную жизнь, а заработанные деньги, по всей видимости, он хотел возвращать назад в семейный бюджет, чтобы отец увидел не на словах, а на деле. Ценности изменились, приоритеты в жизни изменились, хочу восстановить взаимоотношения. И вот с таким хорошим намерением Библия говорит, 20-й стих, что он встал и пошел к отцу своему. С 21-го стиха, как я и обещал обязательно показать, подчеркнуть, фактически звучит Евангелие. Мы с вами хорошо знаем историю этой встречи, мы знаем каждый нюанс, мы знаем действительно каждую деталь, и я уверен, мы с вами понимаем, что это не просто история израильского отца и израильского сына. В этой встрече описаны все детали, все нюансы нашей личной встречи со Христом. Не правда ли, братья и сестры? Когда произошла наша встреча, все эти нюансы были, может быть, какие-то более ярко произошли, на какие-то мы не обратили внимания, но все, что есть в этой встрече, говорит о Евангелии. Я хочу остановиться и по частям это все рассмотреть. Самое первое, самое первое и главное, о чем говорит Евангелие в первую очередь, это об инициативе отца. Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что Бог пришел в нашу жизнь не по той причине, что мы этого заслужили. Правда? Мы не впечатлили Бога святой жизнью, поведением или добрыми поступками, чтобы он посмотрел на это все и решил, ну, наконец-то, я вижу такого хорошего человека, надо в его жизнь прийти. Так не работает. Бог проявляет инициативу, когда мы его не ищем. Бог начинает протягивать к нам милующую руку, когда мы не хотим ее принимать. Именно так это работает. Библия этот процесс описывает очень просто. Бог так проявил инициативу, Бог настолько полюбил в мире грешных людей, что когда они были грешниками, он сына своего отдал. С этого начинается Евангелие. Мы видим, что отец выбегает, встречает сына, что очень важно, вроде бы это мелкая деталь, очень важно, но отец обнимает и целует сына раньше, чем тот слово покаяния произносит. Это действительно удивительная и безусловная любовь. Сын после этого успевает сказать только первую часть приготовленной речи. Я виноват, я согрешил, я недостоин. Продолжение отцу не было необходимым. Он его перебивает, обращается к рабам, к слугам, говорит интересные вещи. Принесите одежду, дайте ему, принесите обувь, дайте ему. И хочу на секундочку остановиться, отец говорит, и дайте перстень на руку его. Перстень здесь предельно важен для понимания всех деталей и нюансов Евангелия. Отец любит, любовь здесь есть, Божья инициатива есть. Скажите, прощение есть в этом тексте? Конечно, есть. Но кульминацией это будет полное восстановление. Отец говорит, принесите и дайте перстень, и сказал он это не для слух, не для рабов, а для самого сына, чтобы он до конца понял, что в этот момент происходит. Помните, сын сомневался, отец мог не выслушать, мог не простить, мог не поверить слова покаяния, но отец делает что-то удивительное. Дело в том, что 2000 лет назад в Израиле не было банков, не было электронных подписей, печати, штампов, как мы сегодня пользуемся. Если нужно было юридически скрепить документ, делали это двумя способами. Человек ставил свою подпись, а вместо сегодняшней печати или электронной подписи можно было поставить оттиск семейного перстня. Фактически, когда отец отдает перстень, он объясняет сыну, что происходит в этот момент. Раньше у сына перстень должен был быть уже. Еврейское совершеннолетие у мальчиков считалось, наступало в 13 лет, совершался обряд бармидства и в этот момент сыну одевали перстень. Это юридически означало, давайте скажем сегодняшним языком, ты уполномочен представлять семью, наш бизнес, наши финансы перед всеми физическими и юридическими лицами. И когда отец в момент встречи возвращает перстень сыну, он ему фактически говорит, не просто любим, не просто прощен, не просто принят, не просто так и бы тебя впускают в семью, ты оправдан и восстановлен в семье таким образом, как будто бы ты ничего плохого не делал, не грубил, не уходил, имение не уносил, как будто бы ничего не было плохого. Братья и сестры, в этом и есть как раз вся красота Евангелия, не правда ли? Это выше нашей человеческой логики, это трудно нам понять, нам тяжело, скажем, сделать что-то подобное, когда у нас есть необходимость кого-то простить, с кем-то восстановить взаимоотношения, но пророк очень ясно говорит, использует образный язык для того, чтобы мы понимали, говорит, Господь берет наши грехи и бросает за спину, на затылке нет глаз, это то, что забыто, прощено и эта страница закрыта, восстановлен в семье, как полноценный сын, и с этого момента начинается большой праздник, заколот, откормленный теленок, особое торжество в семье, и, наверное, мне бы лично при чтении, когда я вот перечитывал притчу много раз, мне бы хотелось поставить точку и сказать, что пришло хорошее завершение, вот картина, вот проблема, вот ее решение, в конце праздник, как говорится, все замечательно, но Иисус продолжает притчу дальше, это не конец, с 25 стиха появляется старший сын, хочу обратить наше внимание, что до 25 стиха мы о нем практически ничего не знаем, он неплохо смотрится на фоне младшего, не грубит, не дерзит, из дому не уходит, но что это за человек, мы не знаем ничего, Библия говорит, что он возвращается с поля, он не отдыхал, он не гулял, он работал, по всей видимости, наверное, как и каждый день, приходит домой, слышит что-то необычное, расспрашивает слух, и вот когда он узнает, кстати, слуги интересную вещь сказали, брат твой вернулся и заколот откормленный теленок, теленка не кололи даже богатые люди просто так по каким-то мелким событиям, это было очень дорогое угощение, теленок заколот, это значит в семье особая радость и особое событие, и когда старший сын это услышал, к сожалению, он не пошел в дом пира, здесь бы притча могла закончиться, если бы он пошел, обнял брата, это было бы завершение, но он не уходит, брата не обнимает, и 28 стих говорит неприятную вещь, он рассердился и не хотел войти, хочу обратить внимание на вторую половину 28 стиха, там есть очень важная информация, мы с вами хорошо знаем, как отец сына встречает на дороге, но очень часто мы не замечаем вторую половину 28 стиха, там написано о том, как отец к старшему сыну относится, когда тот тоже поступает неправильно, выйдя, он его звал, он его приглашал, я уверен, он объяснял ему, что тот поступает неправильно, и можно заходить на пир, там не написано конкретно, но я уверен, звучало что-то подобное, сынок, только тебя на этом празднике не хватает, для тебя второе самое почетное место после моего приготовлено, оно пустует, оно только тебя ждет, ты первенец, заходи на пир, но сын, к сожалению, продолжает сердиться, на пир он не идет, и в 29 стихе он говорит отцу несколько неприятных вещей, я хотел бы остановиться на этом стихе, в ответ отцу он сказал следующее, первое, вот, я столько лет служу тебе, и если бы у нас не было контекста, если бы мы не понимали ситуацию, мы бы подумали, что он говорит хорошие слова, я тебе служу, я делаю хорошие вещи, но, к сожалению, звучит это не так, стоит отец, который наставляет сына, что ему нужно что-то в жизни изменить, поменять, заходить на пир, а сын ему в ответ рассказывает, отец, а ты не попутал, где твой лучший сын, там откормленный теленок, там праздник, но первенец-то здесь находится, я из дому не уходил, я тебя не обижал, имение я не забирал, вот он, я лучший сын, я все это время рядом с тобой, и я служу тебе, не забыл ли ты, отец, то есть, окраска здесь совершенно другая, негативная, он не останавливается, продолжает дальше, и говорит, я никогда не приступал к приказания твоего, то есть, когда ты просил, что-то говорил, может быть, даже приказывал, я все выполнял, то есть, твою волю я уважал, и где-то из-под воль появляется мысль, что в понимании старшего сына отец как будто бы ему, ну, если так можно сказать, уже немножко должен, он же на него работал, он все делал правильно, приказания его выполнял, и вот ситуация, когда сын хотел бы сказать, отец, зачем ты этого младшего в семью впускаешь, выгоняй его, твой лучший сын здесь, хочешь праздник, отпразднуй меня, но он понимает, что отец пир не остановит, никого он не выгонит, и поэтому в конце пытается просто отца обидеть, он говорит, я у тебя такой хороший сын, а ты мне никогда даже мясо козленка не дал с друзьями повеселиться, на самом деле мясо козленка это было очень дешевое угощение, и невозможно поверить, что богатый, состоятельный отец, который любит своего сына, не дал такого простого угощения, это просто попытка обидеть и оскорбить отца, особенно это противопоставляется за откормленному теленку, большому пиру, который происходит, и отец отвечает сыну, он говорит такие интересные слова, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, в оригинале это не просто красивый литературный оборот, это юридический язык, отец хочет сказать следующее, сынок, я помню, что заработал вот то имение, которое сейчас есть, действительно ты, это твои старания, твои заслуги, я не спорю, я понимаю, что после моей смерти ты единственный наследник, младший в семью принят, но он уже наследие забрал, у него ничего не осталось, но пока я еще жив, позволь-ка мне пользоваться моим имением, так как я считаю правильным, а не так, как ты пытаешься мне диктовать, а тебе надо было бы поменять твое мировоззрение и радоваться возвращению брата. И когда мы смотрим на этот текст, на всю эту притчу, мы видим такой не совсем приятный конец, неприятное завершение, есть два сына, и к сожалению, ни один из них не любил отца, не уважал, не хотел построить с ним взаимоотношения, если бы мы сегодня могли бы увидеть образы этих двух сыновей, мы бы сказали, что это абсолютно разные люди. И глядя внешне, это так и есть. Один хочет жить своевольной жизнью, он об этом говорит прямо, он ничего не прячет, он хочет жить так, как ему нравится, и самый главный, самый главный признак младшего сына, у него нет авторитета, который может ему что-то указать, он сам себе авторитет. Что происходит со старшим? Человек поступает хорошо, делает все правильно, живет с отцом, работает на отца, но когда мы читаем внимательно текст этой притчи, мы с вами видим, что он это делает не искренно. Он тоже хочет получить наследие, как и младший сын, но у него проблема одна есть. Закон Моисеев говорит, что первенец, несмотря на то, что он получает в два раза больше, чем другие дети, он должен быть с отцом до дня его смерти, на отца работать, он должен выполнять его приказания, он должен отца похоронить, он должен иметь хорошее свидетельство от окружающих людей, что он был хорошим сыном, и только после смерти отца и выполнения всех требований он сможет быть наследником и получить все. Младший сын открыто говорит отцу, ты мне не нужен, дай наследие, а старший лицемерно выполняет и делает все правильно, но никак не может дождаться, когда же он наследие заберет. О чем эта притча говорит нам сегодня? Я думаю, что историю младших сыновей мы уже видели в нашей практической жизни очень много. В христианских семьях растут дети и родители делают для них все самое лучшее. Но правда, мы не просто одеваем, обуваем, кормим. Какая самая главная цель родителей? В самостоятельную жизнь отпустить их со Христом, не правда ли? Вот для чего все наши усилия и старания, и родители делают все самое лучшее, но иногда дети возрастают, когда уже подрастают, отобретают свободу, к сожалению, начинают идти другим путем. То ли это самостоятельно происходит в жизни, то ли, может быть, есть внешние факторы, которые влияют. Я вот смотрю на сегодняшние университеты, я уже не говорю об украинских университетах, смотрю на американские, я человек, который сам любит учиться, получать образование, но замечаю очень такие странные вещи в вашей стране в том числе. Помню, действительно, вот самые лучшие университеты ваши, Гарвард, Ель, другие. История говорит, что их строили пуритане, строили присвятеряне, строили люди верующие, которые хотели вместе с профессией обучить молодое поколение тому, как с помощью работы, профессиональной деятельности они Бога смогут прославить. В этом цель была христианских университетов. Сегодня это выглядит так, как будто бы некоторым профессорам, особенно логика, не знаю, религии ведения, философия. Какое впечатление, что им доплачивают за то, чтобы они выбивали веру из сердец молодых людей. И некоторые приходят в университет христианами, а выходят обратно просто атеистами. Но я хочу вернуться еще раз к 17 стиху и сказать, они слышали слово Евангелие, они знают библейскую весть и продолжайте молиться, не отчаивайтесь. Поворотный момент наступит, когда они скажут, пойду-ка я домой. Лучшего просто в этой жизни нет. Но еще в этой притче у нас есть старший брат и вот кто этот старший брат сегодня, я об этом хотел бы больше всего поразмышлять. Давайте учнем всю картину, все, что мы о нем прочитали, все его заявления. И у меня вырисовывается следующий образ. Это человек, который много лет назад услышал Евангелие. На Евангелие он отозвался верой и, как бы мы сегодня сказали, стал членом поместной церкви. Но это не просто человек, который где-то сел, как мы говорим, на задней лавке и просто сидит, присутствует в церкви. Нет. Это очень активный человек. Он принимает участие в нескольких служениях. Он является хорошим образцом доброго поведения. Если вы с этим человеком после служения две-три минутки пообщаетесь, да вы услышите цитаты из Библии, вы услышите самое лучшее настроение, увидите улыбку, образцовую семью, вы увидите, что все замечательно. Но на самом деле, если он похож на старшего брата, что-то произошло в его сердце и в какой-то момент вера его была надломлена. Если вы с этим человеком пообщаетесь не просто после служения, а познакомитесь, подружитесь ближе, я думаю, что когда вы будете пить двадцать пятую чашку чая, вы узнаете что-то новое. В доверительной атмосфере через время этот человек расскажет, сколько добрых дел он совершил, сколько домов молитвы он построил, в скольких ремонтах принимал участие, как он жертвовал бедным, нищим, вдовом, о ком он заботился, в каких служениях он только не принимал участие. И вы точно узнаете через время, что такого святого человека, это не то, что в вашей церкви, в вашем штате такого больше нет. Он единственный. И как бы это ни странно звучало, и из практики я замечал, что такие люди иногда это сознательно говорят, а иногда где-то вот подсознательно срабатывает. В его понимании, если он будет молиться вместе с церковью, то на его молитву Господь первую должен ответить. Если у него есть нужда, то к нему первому должен прийти ответ, и буду утрировать до конца, чтобы вы поняли мою мысль. А когда в Новый Иерусалим будет заходить, то будут отдельные ворота, красная дорожка и духовой оркестр, персональные. Потому что такого святого, такого заслуженного, достойного, уважаемого, как он, ну просто нигде не найти. Когда-то этот человек начинал с того, что просил у Бога милости. Это начиналось с того, что он осознал себя грешником и пришел ко Христу. Но сегодня, сегодня ему не нужен спаситель. Сегодня ему не нужна благодать, потому что он и так человек достойный. Эта беда в Библии называется самоправедностью. И если с грехом воюют люди, может быть и находящиеся в церкви, но в основном хочется надеяться, что люди неверующие, то грех самоправедности, это как раз церковная болезнь. Это человек, который имеет большой духовный опыт, но через годы христианской жизни он потерял основной ориентир. Проповедники говорят, что грех разрушает нашу духовную жизнь, и это правда. Но я хотел бы сказать, что яд самоправедности более опасен, чем грех. Грешник понимает, что его жизнь разбита, и ему нужна чья-то помощь. У него есть шанс обратиться. А вот самоправедность, в первую очередь, она опасна тем, что она очень похожа на веру. Человек выглядит благочестиво. Человек говорит правильные слова. Человек делает добрые дела. Его поведение внешне выглядит идеально, а сердце его говорит, это я. Я так прекрасен. Я так всего достиг. Не нужно мне ни покаяния, ни спаситель, ни Голгофа. Это очень опасно. И в контексте нашей притчи, в контексте шока, который хотел принести Иисус, это выглядит очень серьезно. Посмотрите, младший сын возвращается домой, натворил много вещей. Действительно, была беда, была проблема, возвращается домой с покаянием, принят, восстановлен отцом и заходит на пир. Что такое образ пира в притче Христа, мы с вами знаем. А старший брат, который был на месте, все делал правильно, добрые дела совершал, приказы отца выполнял, из-за состояния своего сердца оказывается за пределами пира. И еще раз повторюсь, не потому, что отец его не звал, не приглашал, не хотел видеть, нет, это настолько напыщенный, гордый, религиозный человек, что он посчитал младшего брата недостойным своего святого присутствия на пиру. И сам себя на всю оставшуюся вечность лишил всех небесных благ. Я думаю, что была группа слушателей у этой проповеди, которая была очень недовольна. Давайте вспомним, кто это были. Я хочу прочитать первых три стиха. Приближались к Нему, то есть к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им, следующую притчу. То есть стоит две группы людей, фарисеи и книжники, мытари и грешники. Эти люди даже стоять рядом не могут, потому что одни других просто не переносят. В лице младшего брата, я думаю, мы догадываемся, это грешники, мытари, в лице старшего брата, который по закону Моисееву должен был в первую очередь идти и искать брата в дальней стране. Это была его ответственность, а не отца, но он никуда не пошел. Эти люди стоят рядом и говорят, не то, что мы им помочь не хотим, мытарям и грешникам. Мы даже есть вместе с ними не хотим, общаться вместе с ними не хотим. Почему это учитель вообще с ними разговаривает? Что это за люди такие? Эта притча дает ответ и помощь как одной, так и другой категории людей. Первая помощь начинается с объяснения того, что, я еще раз повторюсь, инициатива принадлежит Отцу. Я уверен, к сожалению, мы, тари, грешники, никогда в храме не слышали этой вести, что Отец Небесный настолько полюбил их, что Он ищет их, Он хочет их найти. Вторая важная мысль, она мне очень понравилась. Этот текст говорит о том, что Бог видит не только наши поступки, Он знает что-то большее. Он даже видит намерение наше сердечное. Поэтому люблю повторять цитату одного проповедника. Следующим образом это можно применить. Нам, может быть, стоит научиться каяться не только в наших греховных поступках. Это стоит делать. Но, может быть, кому-то из нас стоит научиться каяться в греховных мотивах наших добрых и благочестивых поступков. В греховных мотивах добрых и благочестивых поступков. Ну и последнее. Эта притча, конечно же, говорит о цене. Я думаю, вы заметили, что в тексте больше, чем одна притча. Третий стих говорит, что Иисус начал проповедовать и сказал притчу, но по сути там есть три притчи. О потерянной овце, о потерянной драхме, и только потом, как мы привыкли говорить, притчи о блудном сыне. Вы заметили, что в каждой притче кто-то теряется? В первой притче сначала животное теряется, во второй притче теряется просто монета, но в третьей притче теряется душа человеческая. И старший сын, к сожалению, не идет искать, он не выполняет ответственность, которую закон Моисеев ему поручил. Поэтому Иисус, как бы молча, не говоря ничего в конце притчи, отсутствует завершение, он указывает на себя, как на образ истинного старшего брата. Пройдет буквально несколько недель, он сам придет в Иерусалим, он знает, куда он направляется, он наперед говорит ученикам, говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, я пришел послужить, скоро я добровольно позволю себя распять, я добровольно пролью свою кровь, и пускай эта цена станет решением и для младшего, и для старшего брата. Мы знаем другую притчу Христа, где он говорит, помните, о двух путях, говорит, что есть путь узкий, есть путь широкий. В контексте той притчи действительно так и есть, но в нашем тексте, я бы сказал, идет речь о трех путях. Есть ошибочный путь младшего сына, это проблематичный путь, он ведет в ад. Младший брат, есть ошибочный путь старшего брата, он тоже ведет туда же, как бы благочестиво он не выглядел, в конечном итоге такой человек, если не остановится, он окажется там же. Но Иисус говорит, есть решение всех этих вопросов, есть Евангелие. Однажды был распят Спаситель, и он это сделал добровольно, для того, чтобы цена пролитой крови стала прощением любого греха младшего брата. Когда старший брат слышит о том, что есть тот, кто его полюбил, и жизнь свою за него отдал, его холодно-религиозное сердце становится мягким. Он хочет обратиться к такому Спасителю. Он желает, чтобы его кровь действительно очистила, омыла, и его взгляд на Евангелие, на распятого Христа, вновь приносит ему жизнь. Братья и сестры, мы понимаем, что жизнь наша началась на Голгофе, не правда ли? Мы прекрасно осознаем, что Евангелие – это не просто весь, который мы когда-то давно спаслись. Евангелие – это фундамент нашей жизни. На евангельском принципе строится каждый наш шаг веры, и если мы забираем глаза с Голгофы, у нас не будет силы двигаться вперед. Евангелие начало нашу духовную жизнь. Евангелие наполняет нашу жизнь силой. Это личные взаимоотношения со Спасителем. Его невозможно заменить правилами, добрыми делами, поступками. Это непосредственное отношение человека со своим Спасителем и престолом благодати. И это Евангелие в один момент приведет нас к воротам Нового Иерусалима и станет хорошим завершением нашей жизни. Я хотел бы в завершении сейчас вместе с вами молиться, и цель моя сегодняшняя была очень простая. Сколько бы лет мы не посещали церковь, Евангелие не утратило силы, ценности, и пусть фокус нашего взгляда веры остается на Голгофе. Пусть остальные вещи, как бы они хорошо не смотрелись, будут где-то на втором плане. Я хочу обратиться сегодня ко всем присутствующим. Может быть, есть люди, которые до этого никогда не слышали и не знали, что Иисус ради тебя лично пошел на Голгофский крест, чтобы ты был прощен, чтобы ты был восстановлен, чтобы ты был принят в Его небесную семью. Если ты об этом не знал, у тебя есть возможность сегодня обратиться к Господу в молитве и сказать, Господи, я каюсь, прими меня, я хочу быть твоим сыном, я хочу быть твоей дочерью. Может быть, кто-то через многие годы духовной жизни свернул на путь младшего или старшего брата. У Бога достаточно благодати вернуть нас на путь Евангелия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!